Имя, в принципе, не относится к моей нации. Имя вообще арабское, на самом-то деле. Но все на Кавказе, амины, по-моему, каждый второй. Я не знаю, почему в Москве никто не знает про это. Я черкешенка. Я с черкеска. Черкешенка из черкеска. Так смешно, реально, да? Что я тут забыла? Так. В общем, я приехала сюда учиться. Поступила, отучилась. И все. Такие большие планы были, что я вот сразу из Москвы куда-нибудь в Америку. Но не получилось. Получилось так, что я вышла замуж. Ты категорически просто напрочь не похожа на людей, которые оттуда выходят, скажем так, из Кавказа. Я говорю, не знаю. Почему у тебя нет детей? Ты что? Я же должна выйти замуж, родить и все. Я просто помню, в 12 лет я смотрела на послание в бутылке. И вот это был первый фильм романтический, который мне просто вот запал в душе. Я так без ума была от него. Там Кевин Костмерс, Маск. У меня будет такой же, вот прям четко, прям похожий. Я говорю, вылет, и он будет, у меня муж. И потом раз я вот мужа встречаю. И через месяц мы поженились. Зашел, вот ну просто вот реально 5 секунд хватило, чтобы я поняла, что все. Это просто вот гром. Вот так вот. 7 лет вместе живем. Это здорово. Это просто. И с каждым, с каждым днем как будто я вот узнаю его вот с каждым днем что-то новое. Ну это же как вообще, возможно, вот за 7 лет? Что можно было не успеться? Не успеться, как говорится, да, вот как? Не знаю. Русский язык не мой язык. И когда я приехала в Москву, для меня было очень сложно. У меня был очень жесткий акцент. Ну просто ужасный. Приедете к Новым Кавказ в Черкесск. Послушайте наш просто акцент. Это просто ужас. Вот когда я разговариваю с мамой по телефону, и потом переключаюсь, например, там на кого-то по-русски, у меня акцент. Нет, не получается. Это нужно, значит, больше, дольше разговаривать. Ой, у меня мама вообще, у меня мама очень крутая. Не знаю, не было никогда к чему-то, чтобы она говорила, нет, ты что? Я говорю, мам, я хочу вот это попробовать. Давай. Давай попробуем. И вот ни разу не видела, чтобы она жаловалась или там открыто плакала именно по тем проблемам, да, которые у нас были в семье. Я ни одну, наверное, женщину не знаю, которая пережила бы то, что она пережила. Я снялась. Позиться у папы тоже не понимаю по поводу воспитания, да, что, кого он хотел видеть. Я помню, первый раз я получила за то, что я не могла два написать. Я писала вот так, с хвостиком, а ему нужно было вот так. В пять лет он хотел, чтобы я чуть ли там не ребенком вундеркиндом была. Я прихожу в садик, и я уже знаю римские цифры, знаю греческий алфавит. Зачем мне это надо было, я не знаю. Я была очень спортивной девочкой, я очень хорошо бегала. И постоянно меня приглашали на соревнования какие-то. Я всю жизнь хотела заниматься балетом, гимнастикой. И то же самое отец решил, что лучше всего на фортепиано играть, потому что это красиво. И я в свои 25 лет пошла балетом заниматься. Меня пугает факт, ну, сам факт того, что, а что люди подумают? И я пошла случайно в модельную школу для того, чтобы, ну, больше оказаться в той сфере, да, где все равно камера, да, камера тебя раскрепощает. Мне Коля Кидман когда рассказывала, типа, вот я очень стеснительная. Но я думаю, ничего себе стеснительная. У нее-то роли были широко закрытыми глазами, где она вся такая обнаженная. И потом я поняла, что когда я вот стала моделинком серьезно заниматься, я вообще камеру не боялась. Я была готова ко всем экспериментам, что мне говорили там. Это перед камерой. Стоило камеру отключиться, и все, я опять вернулась в свой мир. Ой, это тоже, это очень тоже странно получилось. Я поступила не в тот вуз, который собиралась. Просто пропустили этот момент. Мои документы не ушли никуда. Я поступила просто вот в первый попавшийся, куда просто вот была возможность отправить мои документы. Вот если, может, знаешь, вот на Лосиностровска есть там РГСУ, потом вот есть РГСУ специально еще для глухонемых, там еще что-то вот. И вот эта вот вся улица, она посвящена вот именно с ограниченной возможностью. С ними было настолько хорошо и приятно общаться, учиться. Они настолько позитивно мыслят и видят мир. И вот они почему-то, да, они любят учиться настолько. Вот по два-три образования. Со мной делала девочка, жила в общаге. Она говорила, я еще хочу четвертое образование высшее. Говорит, зачем? Она говорит, у меня, говорит, мама, ну, она спилась. Она каждый раз, говорит, срывается на мне, почему я родилась вот таким ребенком. И я, говорит, не хочу домой возвращаться. И вот поучившись там вот я каждый раз, когда начинает кто-то ныть, рассказывает там про себя что-то. Я говорю, руки, ноги есть. Все, говорю, ну, может, из-за всего этого не было. Я бы не пришла к тому, что я сейчас имею и к чему стремлюсь, чего я хочу добиться. И, может, это тоже делает, как говорится, делает нас сильнее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.